Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тема монашества. Упрекая тебя, монахов не признают, согрешая этим. А я решил развернуть эту тему. Небольшими роликами, так по полчаса. И вот здесь, что мы считаем дальше. Произошла подмена Царствия Божьим монастырем, и воля Бога была полностью заменена волей, хотением начальника монастыря. Со словом Божьим вообще даже никак не сравнивали. Пахомий Великий так и пишет. Всех зол хуже противиться воле Божией и угождать своему хотению. И поэтому всякое непослушание безжалостно каралось. Человек мог прожить только в беспрекословном послушании любому эксперименту своего аввы. Евреям 2.2. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Это прямо относили монастыри себе за эти три пальмы, на одной ролике плети висели, плети именно висели. Для тех, кто пойман был, там еще непослушание. И третье, это для тех, которые приходили молиться и нарушали что-то сразу под плети. Страница 155. Пункт 8. Называется «Древние иноческие уставы». То есть я говорю то, что выписал. Кавычки открыты. Теперь предложу о достопамятном деянии Авве Муцея, который, когда, отрекшись от мира, искал принятие в обитель, прождал за воротами монастыря в томительном страдании, доли, нежели кто другой, и своим неутомимым терпением достиг того, что его вверх обычая Кеновичского приняли в обитель вместе с маленьким сыном, которому было тогда около восьми лет. То есть они видят, что маленький ребенок, ни погода какая не касается. Ну, никого нет, очереди никакой нет, он один там. Они смотрят, стоит-стоит, ну пусть стоит. Может быть, уйдет. День стоит, второй, ребенок есть, просит. Может быть, с собой было, котомку развязал. Они это восхваляют. Вот что суть-то. Это не то, что самодур какой-то делал. Нет, это монах. И не один, а все такие. Я выписал-то, в кавычки берется. Древний, вот он называется, древний иночийский устав. Устраница 155, пункт 8. Вот за монашество ты. Представь, что ты пришел туда, ну, отрекаться нельзя. Ты жил с женой, жена умерла, тут не погода или не урожай. И ты пришел туда дальше. Когда они, наконец, были приняты, то тотчас были размещены в разной келье и отданы под науки разным старцам, чтобы отец не помышлял, что из всего им оставленного у него остался, по крайней мере, сын. А напротив, чтобы, как знал он, что теперь уже не богат, так перестал сознавать себя и отцом. Даже сегодня читаешь, это нельзя без слез читать. Мальчик 8 лет, уже многое понимает. И вдруг его потащили в другую сторону. Но это не все, сейчас они будут экспериментировать. Я еще раз говорю, это устав монашеский. Вы за монашество, то вы не знаете, что это за когорта. Чем они занимались. Это они сегодня печатают в похвалу. Это его фамилия, это имя указано. Кто он такой? Муций. Муций. И вот теперь что? Чтобы он перестал сознавать себя отцом. А где же любовь Божия эта? Любите детей. То есть выжить в счет человеческого. Это нигде... Вот он прошел, допустим, пять стран с ребенком, шел издалека. И нигде этого нет. На кормят, странники идут. Дошел до монастыря. И как будто его демоны облепили со всех сторон. И что делают? Вот, внимательно слушай, применяй к себе. Я не выдумываю ни одного слова. Любители монашеса, слушайте внимательно. Это ты и твой сын пришел. Ну, маленько воображение-то развеи. Ну, не будь ты как колода гнилая. Дальше. Чтобы потом яснее обнаружилось, что в нем... Что в нем берет перевес? Кровное ли сострадание или повиновение самоумерщлению, которое по любви ко Христу должен всему предпочитать. Нарочно отказывали пренебрежение, к его детищу. Одевали его в тряпки более, чем в настоящую одежду. Держали неумытым и нечесаным. То есть, в овшах стоит ребенок восьмилетний. Он ничего не может понять. А отец, хороший сапожник, он тут шьет на глазах и даже не глянет. Он может подходит, его там обнимают. Тятя, там папа как. Я есть хочу. А они наблюдают в окна. У них время есть. Они не заняты. И что дальше-то? Держали неумытым и нечесаным. Сегодня бы что эта ювенальная лисица-то с ними сделала-то бы. Да люди-то, которые... Ну, немножко поставьте ребенка, сегодня фильм сделайте. Да монастыри сегодня все сожгут. И сказать это так и было. Дальше. Так что взгляд на него мог скорее скорбь причинить отцу, чем доставить утешение. То есть, он временами его не видел. К тому же, часто и побои наносили ему. Ребенку, восьмилетнему. И отец своими глазами видел, что невинного, малого бьют понапрасну. Ни за что. Я не знаю. Я насчитывал это все. Перепечатывал и... Ну, как назвать? Изуверство тут не подходит. Изуверство тоже маленькая вера есть-то. И потом наблюдает с настоятельным, савой, что дальше будет с ребенком. Это ни день, ни два. Не кормленный, грязная одежда. И он ничему не рад. Что случилось? Любящий отец, который кормил его, поил, и вдруг... Что случилось? У него нет размышления дальше. Похожий на отца, не похожий. Слез не хватит. Любители монастырей, это ваш ребенок. И вы рядом сидите дальше. Несмотря, однако же, на то, что с сыном его так поступали каждодневно на его глазах... То есть это не один день, может быть, месяц, другой. Он от любви ко Христу Господу и добродетели послушания хранил сердце свое свободным от всякой тревоги и смущения. Прославляется. Это все ради Христа. Христу это нравится. Когда отец отрекается от ребенка, когда другие там наслаждаются, смотрят этим, и ребенок мучается... Это монастыри. Да этого свенцами не делали. Дальше. Ибо не считая уже его своим, после того, как вместе с собою и его принес в жертву Христу, и не на настоящее оскорбление его смотрел, Апачев утешался верою, что они никогда не бывают переносимы бесплодно. Почему мало думал о сыне, и слезах его, а всю заботу обращал на свое преуспеяние в смирении? Такое отрешенное настроение его ума и сердце не могло укрыться от лавы Кеновии. От священника монастыря. Кеновии. Кеновии, где общежитский строй. И он, желая показать твердость его духа, в один день, когда сын его о чем-то плакал, как бы в сердцах на него, приказал отцу схватить его и бросить в реку. Это нельзя даже вообразить. Представьте, это фильм показать сейчас где-то и написать. Это идеальное монашество. Не просто монашество, идеальное. Это в уставах древних написано. Все монахи смотрят на это. А он новенький пришел-то. И он о чем-то плакал. Ребенок о чем-то плакал. Есть надо. Вши заедают. Нечесаны. Ну и слово нечесаны для того и говорится. Так это только одна история попала, а их-то была не одна. И как это узнали-то? И дальше что? Тот, как бы от самого Господа, прияв повеление, бегом побежал, схватил... Схватил ребенка, приказал отцу, так? Схватил сына и на своих руках притащил его на край реки, бросил его в нее. Ну как, прочитайте еще. Тот, как бы от самого Господа, принял повеление-то. То есть они вот такую творят беду, и это все только Господь такой, как бы от Господа. Это Господу угодно. Да какой же это Евангелие-то? Любители, которые нападают на меня СД, побудьте хоть немножко человеками, обыкновенными, не СД. Не родитесь жестокостью. А где любовь? Вот экспериментируют они. Я повторяю, в каком государстве это потерпели бы? У мусульман, у буддистов? Только в монастырях, больше нигде. Притащил его на край реки и бросил ее в него. Восьмилетний летит он, ну, край реки-то понятно, что река. Такова была горящаясь его веры и стремительность послушания. И утонул бы отрак, если бы наперед нарочно послали туда братья, то есть их не один, и заботливо обложившие берег речной, его брошенного уже не вытащили из глубины реки. То есть это не ручей был. И где это написано-то? Древний Ильичевский устав, страница 572, глава 27. Я хочу, чтобы все это знали, прослушали. Они для чего? Они могли это не сделать, а экспериментировать и не писать. Они написали. Вот люди, как верят в Бога. Ради Бога ни перед чем. Делается палачом, безжалостным, ради Христа любящего. Он любит Христа. Ему приносит жертву, своего сына. Это монастыри. Ангельское звание имеет. Только ангелы с маленькой буквы черные. И в этом апостольском монашестве по Святой Библии нет ни малюсенького намека уходить куда-то от людей, прятаться в дупло. В Евангелии нет про это. В пустыню, подземлю, на острова, за мандру стяну для архимандритов, чтобы иноки не разбежались. Первая попытка отделиться от народа подобие монастыря уже подсунул некий дух. Когда это было? Лука 9, 33. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисеев и одну Ирии. Не зная, что говорил. Это попытка первого монастыря на горе. А там ждут, бесноватого не могут исцелить. Только одного авы, Пахомия Великого, в монастыре было спрятано от Святого Благовестия 11 тысяч мужиков. Дивизия. Это полная дивизия. Дивизия в одном монастыре. Повторяю, иногда подряд было несколько монастырей по 50 тысяч. Это города. И страна начала разваливаться. И тогда соборы собрались, гандрские, и начали громить монахов. И каноны пошли на это. В книге правил. 15 мая, 4 век, житие. Потом ему было открыто, как широко распространятся монастыри. Ему видение было, монастыри. Много будет. Сергий Радоничский видел, там грачи пролетели. Вот монахов столько будет, а такие они, черные грачи. Но вот в восхищении он видит какой-то очень глубокий, крутой и мрачный ров. Перед словом «потом» в начале, кавычки стоит. Это я оттуда просто слово в слово скопировано. В этом рву... Мрачный ров. Дальше. В этом рву ходили в бесчисленном количестве иноки, не различая один другого и наталкиваясь друг на друга. Там, в глубоком рве, в темноте, кое-как разрушил, много их лбами там бьются, они сталкиваются и ничего не могут понять. Это монашество. Некоторые делали страшные усилия, чтобы войти из этого рва, выйти на оно. Выйти, наверное, да. Одни из них успевали достигнуть до половины глубины, но потом стремглав падали. Падали без задержки. Многие жалостно взывали о сострадании. Что пожалели их, куда они попали. Некоторым удавалось наконец достигнуть до самой верхней точки этой бездны, до самого отверстия, откуда свет освещал для Пахомия этот страшный мрак. Это все монашеский страшный мрак. Это монашеский, это не семейная жизнь. Великую хвалу воздавали они тогда Богу. Придя в себя, Пахомий понял, что в этом видении ему открыто было будущее состояние душ иноков, которые худо ведут себя по своей линии брежности или по вине худых руководителей. Разницы нет. Пахомий с великой скорби взывал к Богу, прося его милости к монастырям и монахам. Кавычки закрыты. И дальше, с нашего форума, вот смотрите, наш форум есть во свете Библии. Вот. И вот сколько тем беру. Церковь всегда одобряла монашество и попрошайничество. Здесь монашки, у нас знаменский монастырь в Барнауле. Непрерывно по всем магазинам, везде директор один говорит мне, говорит, интересно, приходят и говорят, у нас батюшка занимается спидом зараженными. Ну, ему надо помочь. А у другое там на колокол надо. А мы не дали, говорит, у нас вообще ничего нет, зарплаты-то не дают. Да как начали они проклинать? Да вам то и то будет, да я не знаю, говорит, будет или не будет. Даже напугали, говорит, сильно. Потом, монашество привито как болезнь в 4 веке, вопреки Библии. Вот где, считать надо. Дальше, монашество, вот подробно, это все по житьям святых. 12 томов Дмитрия Ростовского. Что побудило заняться темой о монашестве? Мне вопрос такой задают. Я отвечаю, вы просто, я на большие вопросы ответы даю. Монашество поубило христианство и породило мусульманство. Вот это, ну как назвать, я не знаю, а адрес или как, найдите. Житие и трудимый Феодия Константина в монашестве Кирилла. Вот внизу синим, это, ну если это зарядить, то сразу из Ютуба вылетит тема. Источники познания в монашестве есть, о монашестве видно, в монашестве есть новоизмышленная религия вопреки Евангелия. Вот это место. По житьям святых, по Святой Библии. Монашество выдумка человеческая. Дальше. Монашество нежизненно, в нем все надуманное. Вот еще. Монашество зарыло миллионы талантов. Тема. Вот где. Знали ли апостолы про монашество? Вопросы там не задают, а это дальше идут ответы. Основатели монашества вдаль не смотрели. Где они? Их нет ни одного монастыря. Андрей Куреев говорит, там был, где первые вселенские соборы были. Даже свечку зажечь негде было. Везде зломные взгляды из камней. Монашество разрушило институт семьи навсегда. Обман. Главное условие при вербовке монашества. Когда же возникло на Руси монашество? Ответы идут по Дмитрию Ростовскому. По Дмитрию. В 1173 жития именно конкретно на вопросы я отвечаю. Это моя симфония. Я говорю, о чем я занимался несколько лет монашеством. Монашество основано на лжи. Жило ею и оправдывает ее. Прямо оправдывает ложь. Вот прочитайте. Монашество не вписывается ни в одну притчу Христа. Христос говорит, царство небесное подобное. Нет, я сейчас сделаю разбор. В Святой Библии нет ни слова про монашество напротив того. Антиевангельское монашество человеческое человек измыслил. Или кто-то другой ему подсказал. И был контактер. Он ему говорит, слышал голос. От кого, Антоний? Не знаю. Вот приходит и говорит, шапочку шей такую. Ну что, ангел ему учил шапочку, как шить. И дальше монашество не реформировать, а только и дальше что? Монашество выдумка человеческая. С нашего сайта во свете Библии о монашестве вот где. С нашего сайта это. Дальше я говорю. когда я говорю о монашестве не иных источников и ужасов, хотя и это бывало в ушедших веках. Инквизиция, как показывает статистика, спалила 12 миллионов неугодных. это во имя Христа все делали. Но вина монашества... что о христианстве говорят как о постсобытиях. То есть прошедшее, постхристианский период. Теперь с христианством покончено. И этому хороший толщок дали монахи. Дальше. Изучив все монастырские уставы древности, пройдя на 10 раз все 12 книг жития святых, ответственно утверждаю, что монашество в том виде, какое оно было и есть, принесло в мир зло больше тысячекратно, чем коммунисты, фашисты и масоны вместе взятые. То есть они ничего не могли сделать. Монашество намертво отвергло проповедь. Все. А при коммунистах проповедовали, при Гитлере проповедовали, не арестовали даже. Храмы открыли русские зарубежные церкви. Там Благодарность Гитлеру Анастасии Грибановски пишет. Что же понимают монахи под словами русский дух, русская душа, святая Русь? Ну вот надо посмотреть где. Это я отвечаю на кафедре, на кафедре в университете государственном. А тут сидят и представители городской, краевой администрации, простые люди из КГБ и кого только нету. Вот так. Ну вот церковь и мир, дети при монастырях и приходах. Вот где надо знать. Вопрос 2009. Христос царство небесное уподоблял ли иночеству, удалению из мира и молчальничеству? Ответ первый. Матфея 13-31. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем. подмонашество как это? Никак кого сеять, когда разговаривать нельзя. Нельзя. Никак нельзя. Это первая притча. 10 притч сейчас рассмотрим. Ни в одной притче про монастырь ты даже насильно как бы подогнать не получится ничего. 10 притч еще. Матфея 13-33. Царство небесное подобно закваске, которое женщина взяв положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Услышал, поверил, исполнил. То есть слух, слух, веру я принял услышанное и теперь выполнил. Монах этого не знает, он не слышал, у него этих мер то и нет никаких. Третье. Матфея 13-44. Еще подобно царство небесное сокровищем скрытому на поле, которое найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. У него нету, не продает, не находят сокровища Слова Божия в царство небесное. Они не знают. Интересно, у Пахоми 11 тысяч мужиков, а священника ни одного и не принимал специально. Ходили где-то там причащались или привозились священника. А почему? Чтобы не было раздора. Вот это да. Иначе священник придет, смута обязательно будет. Четвертое. Матфея 13-45. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Ну как монах может искать, когда он запертый за стенами-то? Он не ищет. Или что, хорошего проповедника, как златоуст надо, или хорошая какая-то тема открыть. Он ничего нету, пятое. Матфея 13-47. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. ничего нету этого. Некуда забрасывать, и никто их не вытаскивает. Сам пришел, где интересно про одного пишут, в житиях тоже. Он талантливый был очень. И вот посылает его там где-то, а он узнает, такой-то ходит церковь. Он сразу говорит, знаешь, главное это монашество. Богатый, ты имение подпиши, и у тебя будет царство небесное гарантировано. А мужик-то молодой, он согласился, только отдал имение, проходит несколько дней, он помер. А этот ловец пошел дальше, опять находит такого, и опять тот соглашается, потому что царство небесное, и опять только переписал, все отдал, и умер. Следующий идет, то ли он их травил, то ли что там не написано. Ну так, что к каждому смерть уже запрещали. Еще что. Матфея 13, 52. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царству небесном, подобен хозяину, который вносит из сокровищниц свои новое и старое. Ну еще, где это мы можем узнать? Кто будет хозяин, какой? Где новое и старое? Ничего этого нету. Нигде. Только спрятать и закопать, только к одному подходит. Платок завернул. Матфея 18, 23. Посему царство небесно подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Восьмое. Матфея 20 глава 1 стих. С рабами своими, подобно рабы-то еще, как работали или что-то. Они сидят, ничего, духовной работы никакой нету. Никакой. Ибо царство небесно подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. А их никто не нанимал никуда. Они не проповедники. Они души не приобретают. Ни грамма. Девятое. Матфея 22, 2. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. К притче никак. К монашеству никак не прилепишь. Пир для сына. Кто тебя позвал на этот пир-то? Нет. Христос ходил проповедовал? Да. А ты не идешь. И сын послушный отцу небесному. Десятое. Матфея 25, 1. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Масла не было, добрый дел, сидели они там где-то дома, и все. Остальник даже не принял, лица не показал. Не знаю вас окаянной никогда. Масла нету. Пустота. Другие евангелисты еще четырежды повторяют эти притчи. Но все они говорят одно и то же, что человек должен уверовать во Христа и нести благую весть, сеять, умножать, износить из сердца старое и новое. Я еще дальше не сказал, ограничено пространство в книгах писать. Такая же история была, приняли другого, а он пекарь. Печь плывает огнем. Пришел настоятель и ему говорит, это тебя проверить надо. Бери ребенка и кидай в печь. И он в печь его засунул. И главное дальше что? Да там печь она два дня остывать только будет. И угас огонь. Но он не знал, что угасить. Допустим, даже поверим это дело. И чего ради угасать-то? Это все прославляется. Там воду бросили об обшивившего ребенка измершего. Какую муху-то он принял, бедняжка? Ибо вера от слышания Слова Божия, а не от мощей, не от иночества, не от монастырей, не от икон и прочих чудес. Что интересно, иконы мироточат, и вот я даже могу это указать. Было дано указание, патриархии собрались, ну откуда это вот мироточение, что это такое? Ну сегодня попробуют на меня нападать. Я не верю, что благодатный огонь от Бога. Ну не верю, и все. Я знаю, огонь с неба, только не изводить будет 13 глава Откровения. Я не учу этому, но внутри меня я имею свое мнение. Ну а как? Ну вот слушай внимательно. И назначили там два было сопредседателя, один из них Иоанн Экономсов, там проректор, и кого только там не было. Вот здесь я сейчас открою, я сразу его найду. Помочь мне наверное здесь у меня пословом Экономсов. Эй, у я. Вот он где. Считай. Вот пишут в Комсомольской правде. Мелко, укрупнить? Нормально. Почему мироточат иконы... Подожди. В Комсомольской правде от 19 марта 2003 года на странице 18 19 Ну запишите проверьте сходите где-то в библиотеку и проверьте почему мироточат иконы бог или дьявол подает знак Так как можно говорить слушай внимательно от кого этот огонь исходит создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений происходящих в православной церкви В состав комиссии входят священники профессиональные физики химики биологи и историки сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн экономцев ректор российского православного университета и Павел Фравенский профессор геологии московской геологоразведочной академии и вот как они отвечают на вопросы корреспондента кавычки открыты не сочтите за грубость но наш народ стал слишком тупым вот это да народ стал слишком тупым ты ли нас учишь слепого когда господь исцелил невежда в законе это ни один сектант не скажет никогда они их учат ни 50-ники ни субботники ни адвентистов седьмого дня ни баптиста ни харизмата никто этих слов не скажет у православных свободы они тупые ну ладно дальше что и Бог как бы подает знаки чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере непонятно что еще вот Бог с нами играет и какие-то туманные лики дает потом что из истории церкви мы знаем что мироточение может быть не только божественным а знаком но и проделками демонов проделки демонов как огонек переписывает или что чертовщина называет вот и все все запахи он все может делать благоухание в жизни Исаакия Печерского читайте возможно в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками кто-то но в потустороннем мире это кто но ясно дело что СД сатана и демон а мы ломаем голову над тем что это происходит что это происходит кавычки закрыты я говорю что я ничего не придумываю и то что нападают где-то они вот именно из этой состоят когорты они верят распространяют мощами давятся грызут иконы не знают что делать дальше Римлянам 10 17 итак вера от слышания от слышания от слова Божия вера не от того что унюхал запах какой-то не от того что пощупал слышание ушами а слышание откуда от слова Божия не какие-то там акафисты или что-то я не против акафистов мы считаем Римлянам 8 10 но что говорит Писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слово веры которое проповедуем которые на меня нападают они не одного места писания они безбожники совершенно безбожники эти СД ни страха Божия нет ничего нет оголтелая злоба по неволе я повторяю слова Сидора Пилосиота предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум они погрузились в это море лжи богохульство помирать совершенно не думают но ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать что Бог воскресил его из мертвых то спасешься потому что сердцем веруют праведности а устами исповедуют ко спасению как будто бы можно быть праведным не получить спасения устами исповедует говорит почему священники сегодня не спрашивают это нигде ни в одном монастыре нигде никогда если он где-то выпил может сказать а я не проповедовал батюшка не поймет ну и чё чё это такое да то что блудит с миром по стихии мира и дальше только согласно этих мест писания все иночество продолжение двух тысяч лет загонявшие людей в молчальничество и под землю в леса и в горы морившие доверившиеся ему тяжкими бременами и неубодобными симами только за нарушение этих слов уже безответным предстанет предвечным судей судей конечно если верить что Христос не изменит своих слов написанных в Библии ну если там же будет так потому что я говорит не сужу 12.48 Евангелие Датяна слово мое которое оно будет судить слово ну чётко ясно сказано какие вопросы Бог будет задавать по Евангелию а его не знают но евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и во веке тот же то есть не изменится никак именно по Евангелию будет и когда я зову к этому жить по Евангелию он старообрящество там то другое у баптистов старообрящество я родился без поповцев и там меня Бог имея страх Божий сохранил от этого в чём сегодня священники ставят его нужно мне одну женщину подминал Исайя 45.23 Мною клянусь из уст моих исходит правда слово неизменное что передо мной преклонится всякое колено вот это тогда да будет если бы Христа почему слово неизменное сегодня Христос так учит а на суде может быть не так будет мучение будет не вечное Осипов как учит и прочее если бы Христа на земле никогда не было и не было Евангелия тогда можно было составить новые притчи и написать тогда что царство небесное подобно откалиброванной и дистанцированной пшеницы которые собрали в крепкую житницу некие подобные ангелам люди но ангелы эти всегда в чёрном одеянии плотно закрывшие эту пшеницу в житницу не сеявшие её и не давшие плода тогда вот такую притчу можно составить ещё и ещё царство небесное подобно чемпионам которые умеют лазить по скалам жить в подземельях панически боятся женщин объявившие молчание высшей формы общения между людьми форма общения людьми это молчание естественно такие притчи можно было бы ещё составить царство небесное подобно скупым хозяевам которые зарывают в землю всё что у них есть жемчужину и зерно которые поставили себе задачу добровольно запечатать уши и не слышать вопля погибающих не идти к ним и не указывать путь спасения я всё про монаршество говорю дальше кто отказался от сна от еды от питья и от жилища отдал себя на мучения добровольно и на сидения комарам и другим насекомым и гадам кто не моется в бане кто не лечится у врачей кто бежит из семьи от жены от невесты от мужа и от детей и от родителей бросая их на произвол судьбы это именно так в житиях это приветствуется Алексей божий человек что женился за чего он женился для чего интересно было под венец становиться то повенчался и в первую же ночь убежал да это монахи его научили так в окно или как невеста а где Алёшка нету у меня стрел нет нет более сделан маленький этот знакомый говорит я говорю как тебе мой праздник Алексей божий человек а ты его житие знаешь нет но Алексей это здорово как я говорю Алексей бросил ты бы дочь отдал за него он в первую же ночь убежал и никогда нельзя было найти а потом смотрел как на него помои выливают как от дочери убежал дабы его своими руками задушил ну вот тебе и все дальше еще царство небесно подобно не любящим святую Библию но любящим сны и видения видения в легком сне то есть они спят и не спят все время сонные кто ищет благоухания от мощей и от видений предсказаний и очень искусно умеет выискивать в словах и речах других людей и речи вот эти вот эзды на меня которые нападают это притча для них и за это предавать их анафеме кто провозглашает иночество монашество высшая форма спасения и угождения Богу мы несколько из житий берем савосердцы за 12 января в атопед устремились даже из самых глухих недоступных стремнин они туда все разбрелись и пещер никогда не выходившие из своих убежищ подвижники и молчальники желая насладиться чудным и необычайным зрелищем пришествия на Егору подвизаться вместе с ними этих двух царственных иноков то есть из царского рода пришли и они вдруг выползли оттуда все и теперь они видят удивляются и никогда бы они не вышли старец Симеон ослабленные болезнями желая желая однако слышать церковную службу пристроил со стороны алтаря главного храма благовещение Келюс с окном в алтарь даже это ему разрешили и через сие окно видел и слушал ежедневно церковное благослужение вот как лежи на печке прорубили окно пристроили то есть ну царь для него все можно Симеон еродивый 21 июля потом обратился Иоанн к Симеону это два такие знакомые пошли что теперь будем делать брат куда пойдем то есть не на проповедь нет куда спрятаться стоят здоровые мужики парни и вот теперь думают а куда Симеон отвечал пойдем направо потому что все что право то хорошо ну что сказать юродивая Русь немного времени спустя враг наших душ дьявол нестерпев богоугодного жития рабов Христовых начал войну против них Иоанну влагая воспоминания о жене и отце которых он бросил Симеону любовь к матери тоже бросил бросили но интересно тут в житиях когда читаешь и вот один он ушел в плену был а его Господь вывел Георгий Победоносец на коне и он живет а про него услышали родственники пришли и говорят ну ты сидишь здесь мы не верующие ну приди домой расскажи там столько людей о тебе услышали хотят о Боге узнать они и книги ничего нету он стоял смотрел смотрел да иди сатана да разве может Бог меня направлять куда-то вот где надо а в горах а они еще опять реально пришли да мы живые люди мы не бесы брать живьем все и ничего нельзя было это дьявола это дьявола все что евангельское стало считаться дьявольским это монашество пришло полной расшифровки слова Божия они же когда видели друг друга печальными тотчас говорили друг другу стань брат помолимся вместе владыке нашему Иисусу Христу да сохранится нас от вражеских козней молитвами святого старца нашего Никона это жене и отце а у этого только любовь к матери не женатый был и когда пом пом так что там и когда молились они скоро приходила к ним помощь Божия отражающая от них вражеские наветы то есть что они бросили у них покаяние есть к чему я бросил родители надо докопать докормить это вражеское а вот они как делали бросили наконец церковь занялась себе стала предавать их проклятию из этого видения понял я что умерла жена его и вместе с матерью Симеона поселилась вместе праведных и сильно возрадовался то есть это праведных вместе что про это говорить с этого времени оба стали беспечальны и пробовали в пустыне живя вместе претерпевая всякое злострадание 29 лет мужественно борясь невидимыми врагами ибо Божьей благодати побеждая их не прогоняя привычки закрыты теперь я стихотворение пишу непроходимость я хотя уже прошел назначенное истощил ресурс уже не все проварит мой котел в изысканном язык поймет и вкус шагал и плыл и прыгал как блоха когда на пятки власти наступали из океана черпалась уха в горах не раз постели были скалы прошел как смог помог мне в этом Бог без крестного знамения не ложился старался всюду получить урок не мухлевал вытягивая жилы хотя не портит вроде борозных конь ставит но конечно же не кляща не раз тонул недавно вновь простыл и обо мне как слышал тюрьму плачут от и дикость и дикость не проходи ими странник пилигрим доверия к себе не мог я вызвать но в дом чужой вошел из Библии сидим и вместо роба получаю ризы благословенный дланью Христа он вынес выхватил из уши саворонки на берегу морском не сосчитать песка так милости его что насчитал на пленке 24 сентября 2003 года Игнатий Латкин и вот теперь из нового интервью Андрея Караева а мне пишут из ваших трудов буквально фразы Игнатий Тихонович но он обо мне это говорил Игнатий говорит целые пласты открыл которые мы забыли про монашество про мощи он увидел то а эти то ничего не видят и не знают кавычки открыты монашество дало много прекрасных судеб и примеров оно влюбило в себя церковь оно в себя церковь влюбило слова-то какие и тем самым вытеснило саму возможность иных влюбленностей иных путей иных образцов оно на корню убило иные возможности мирянской праведности то есть никого не пропустили а вообще никого из тысячи канонизированных ни одного нет у мирянина если только он не мучник дальше поскольку именно монашество стало в церкви мейстримом мейстримом на многие века вперед в итоге в православии появилось проекта святых мирян обычных людей которые живут в городе с семьями с детьми живут и спасаются и становятся святыми примерами для других тоже живущих в городах и селах а не в пустынях но может если бы не было монашество в церковно-приходских школах рассказывали бы рассказывали бы так тогда если бы монашества не было монахов не было они все это зарубили запечатали дверь царства невеста только через монашество такой-то работал на таможне и не брал взятых во ведь чудо какое нам бы рассказывали о супругах которые умели прощать друг друга а не о монахах которые героически боролись с анонизмом у себя в пустынях ах чем они боролись то были бы рассказы о святых педагогах которые смогли своих детей подростков сохранить для семьи и веры без членов родительства монашество начавшись как бегство от власти и городов вернулось и туда и туда порой даже вопреки своему желанию оно стало властной монополией кооперативные корпоративные и психологические проблемы этих этой группы людей были объявлены главными темами духовной жизни вот за монашество которое они вас выдвинут выдавят они сами создавали себе проблемы и героически их преодолевали заметьте я говорю не о плохих монахах а именно о хороших и тот кто стоял в стороне от этой их келейно-постельной войны стал считаться дезертиром духовного фронта в течение многих веков корпорация монахов которая взяла власть в церкви не признавала семейных людей образцом для подражания это так и есть принять святого обычном человеке который жил с женой родил детишек воспитал их благочестиво жил творил добро для монахов было не в моготу не в моготу признать что такой тоже может быть святой вот молятся Антони и сразу мысль но если такой как я это не тщеславие не прелесть никакая и какой-то голос говорит ну пойди вот в деревню там пятнадцатый дом на большой улице и зайди там женщины есть и ты узнаешь как и что выше тебя выше интересно теперь и женщина ему неохота смотреть надо глаза пустить как бы не засоблазняться пришел постучался пустили расскажите что вы делаете как мы ну вот какая-то у вас святость такая больше чем у меня а какая не знаю вы расскажите ну мы говорит вот вышли замуж за двух братьев родных то а мы друг друга то никогда не видели ну одна общая кухня у нас и вот живем сколько там 7-10 лет и ни разу не поссорились так нет какая-то святость ну какая святость мы сегодня ложа разделяли с нашими мужьями спали не просто спали а совокуплялись ну мы говорит у них у мужиков то просимся они никак нас не отпускают она в монастырях вот вот и все Ефрем Сирин точно так же а если такой как я тогда иди в город кто первый встретится тот тебя и научит первая идет блудница с ночной работы в ночную работала встал а куда идти-то первая она и есть смотрит а ты еще на меня так смотришь я из древра на тебя и смотрю а ты из земли в землю и смотри в землю смотри пошел и домой да из ребра взято вот это мы читаем там Арсений так же на переправе какая-то женщина его тронула он сразу отдернул руку ты не видишь я монах зачем касаешься а если монах так сиди в монастырье не шарься здесь и он отошел и все повторял если монах сиди дома ты не лазь вот как ему понравилось первый раз увидел женщину и она отбрила его по полной программе и дальше за полторы тысячи лет их церковного всевластия практически ни один семейный человек не был монахами допущен ко внесению во святцы если он не мученик ни иродивый и не царь ни одного даже священника да то есть с той поры когда в православии официально регламентированные канонизации стали совершаться церковной властью в решении синодов и соборов о причислении к лику святых а это где-то с 11 века через придирчиво монашеское сито не прошел ни один семейный священник или диакон ужас какой ни один священник ни один диакон за тысячу лет я говорю Игнатий Лапкин на нашем православном библейском сайте помещены 76 вопросов о монашестве ко мне это под номером 55 папков ответов вот это вот папка ответов ответы даны мной согласно святой библии канонов церкви трудов святых отцов и житий святых в нижнем варианте это 7 и 8 тома открытый бок вот показано где дальше слова монашества монастыри монахи встречаются у меня в 33 томах открытым оком 7537 раз то есть я этой теме столько отдал эти которые нападают они ну не знают просто за счет зацепиться надо гачи порвать у апостола Павла были друзья женатые и они ходили на труды и благовестия вместе с ним муж и жена и это нисколько не удручало не смущало Павла он это воспринимал как Божий путь как Божью истину и как Божью жизнь во Христе деяние 18.26 Аполлос начал смело говорить в синагоге услышав его Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь господень Божью истину Акила и Прескила Римлян 16.3 Приветствуйте Прескилу и Акилу сотрудников моих во Христе Миряне 4 века деятели иноческих подвигов немедленно развели их Акилу в один монастырь а Прескилу через реку в другой монастырь запечатали непременно ибо так поступали все монахи во всех житиях или это одно и то же что и при апостолах явно что первый путь давал плаву